Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки и рыбового ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про топ 10 тех мормышек, которые я использую зимой для подлёдной ловли. Мормышка-дробинка. Прежде всего она такая круглая шарообразная. Соответственно, исходя из названия дробинка, бывают они разные в зависимости от глубины используя. Соответственно, я ту рыбу, которую ловлю. Используется она для ловли окуня, прежде всего ориентирована. Бывает она двух типов. Это свинцово-оловянная или оловянная, и бывают они ещё вольфрамовые. Вольфрамовые, соответственно, тяжелее. Соответственно, цвет мормышки выбирается в зависимости от окружающей среды. То есть, если светло, то ловим на тёмные цвета, а если темно, то ловим на светлые цвета. То есть, если светит солнце, ставим тёмные. Если светит солнце, но в облаках, то есть пасмур, то ставим более яркие. Есть у меня вот такого плана ещё, она дробинка. Здесь измятая с красным глазиком. Очень здорово она работает по окуню. Ну и плотва её любит. Следующий тип мормышки, это является по большей части. Она безнасадочная, это так называемая коза. На козу ловят окуня и плоту, соответственно. Реже попадается на неё что-либо другое, по крайней мере, в наших полосе. Ну и не на тех худоёмных, на которых я ловлю. Вот. Также можно на неё подсаживать мотыля и ловить спокойно на стоячку или же в проводку. Да, у неё такие здорово на неё отзывается плотва, а укуня я на неё ловил гораздо меньше. Основная цель это всё-таки, я считаю, то, что это плотвичка. Мормышка Мормышка типа банан является безнасадочной мормышкой, но также можно ловить на неё с подсадкой мотыля. Ловлю я на неё на маленьких речках, на микро-речках, так называемых. Бывает вот она нескольких видов у меня здесь представлена. Вот. То есть подмалька обычная и полосатая, пока что типа парад. Акушка мелкого и так далее. Вот. Есть более светлые рассветки. Попадается на неё ельчик, попадается на неё и на изредка, но попадается всё-таки для лавлик. реже попадается плотва и окунь. Мормышка Мормышка типа муравей. Есть у меня также в запасе. Распространена она довольно-таки давно и по всем областям, районам нашей необъятной стране. Вот. Ловят на неё также плотву, окуня. Вот. Довольно-таки известная мормышка. Представлена у меня в двух рассветках. Это более-менее светлых. Есть у меня вот она ещё. Она даже сделана из свинца старая. То есть ещё дедовская осталась. Вот. Есть также новая. Основной целью для этой мормышки является плотва. Режу окунь. Мормышка типа дрейсена. Так называемая. Распространённая довольно-таки тоже является одной из кормовой базы рыбы, распространённой зимой маленькой. Жителя подводного, вот, который довольно-таки любит рыбу. И эту мормышку, вот тип мормышки, я использую для ловли по-крупному ершу, также по плотве. Вот. Много цветовой гаммы, то есть светлая вот есть. Есть золотистая. Вот такая, чуть-чуть подкрашенная, но и есть чёрная, соответственно. Можно ловить как и в проводку, так и настоящую. Тип мормышки типа овсинка. Да, она таки старая. Одна из моих излюбленных мормышек для ловли плотвы, особенно у глухозимей я использую. Здорово, на неё попадается плотва, прям, прям, вот последние выезды, которые были из видеочаров, которые можете посмотреть, это было поймано именно на неё. Вот. По глухозиме, по плотве, вот, с подсадка одного-двух мотыльчиков на мелководье, там до двух метров. Очень-очень здорово попадается на неё плотвичка. Реже на неё попадается уклей. Попадается, но пореже. И, соответственно, на неё очень здорово попадается уклейка. Но это ближе к весне, когда талая вода устремляется под лёд, тогда уже вот на неё тоже начинается вприлово попадаться уклейка. Мормышка типа Уралка, довольно-таки тоже состранённая, известно, много на неё народу ловят. Вот. Есть чёрного плана, они у меня тёмные. Есть светлые. На светлого у меня установлено удилище, я её не стал отрывать, показывать. Вот. И также вот есть ядовито-зелёное. Ядовито-зелёное я специально адаптировал, украсил её под один водоём, на который я довольно-таки часто ездил зимой. И вот на этом водоёме любимым цветом является зелёный, ярко-зелёный. Сейчас выше буду рассказывать ещё про чёртик, который так же перекрашивал. Вот. Любит плотва, вот именно прям без ума вешаться на эту мормышку. Судя на вот такие ядовито-зелёного цвета. Чем это объяснить, я не знаю. Но излюбленная мормышка это было мной узнало у одного из, скажем так, коренного жителя, который там живёт рядом с этим водоёмом и с успехом ловит даже в глухозиме вот на эту мормышку, именно на этой расцветке. Попадается на неё плотва, окунь, почти всю рыбу она собирает. Вот эта мормышка и подъязок, густёров бывает и, соответственно, галавлик тоже попадается на неё. Также хотел представить одну из довольно-таки новых мормышек, которую я впервые встретил в 2016 году на водоёме. Ловил на неё один из местных жителей тоже на речке и ловил здорово окунь от такого ладошечника и плотвичку. Является эта мормышка безнасадочной. Выставляет она из себя вот такую трубочку вот с таким вот квадратным бисером, не бисером, не знаю как его назвать. Вот довольно-таки здорово на мелководье ловил рыбу поближе. Посмотреть, есть у кого будет такая возможность, я считаю, что можно взять её к себе на вооружение в коробочку. И я так думаю, не раз она выручит по глухозимью и по последнему льду. Не знаю, как называется этот тип мормышки, но я вот себе приобрёл две, одну уже успел оборвать. А вот на одну продолжаю ловить с успехом довольно-таки. Следующий тип мормышки, я так думаю, вы его узнали, это чертик. Вот, наверное, есть у меня вот несколько ядовитых расцветок. Вот о которых я уже рассказывал. Зелёный используя для ловля длины на свою массу за одного водоёма. Вот, есть ядовитый зелёный, есть более такой матовый зелёный. Вот, черти бывают разного типа, разного плана. Вот, у меня здесь предоставлено шесть видов. Вот, это ещё старый-старый. Это свинцовый ещё чертик. Вот, на неё повесил я кендрик, чтобы его более-менее адаптировать. Вот, чертик, он довольно-таки распространён на наших водоёмах. И собирает тоже всю рыбу, даже леща, подлещика. Вот, крупную плоту, крупного окуня. Много раз я сталкивался с тем, что на водоёмах любители рыбалки отцепляли такую рыбу. То, что на леске 0,1 они её просто ждали, пока рыба оборвёт. То есть, попадаются очень-очень хорошие экземпляры. Является эта мормышка без насадочной. Вот, без мотылки, так называемой. Вот, на неё тремя разными типами проводки. Ну, это в следующем видео, там, в зиме, когда лёд встанет. Я так думаю, я это сниму, покажу, какие типы проводок бывают на этой мормышке. Вот, ну, довольно-таки здорово я на неё ловил. И окунь ловил, и подлещиков ловил. Так что, если у кого-то будет возможность, советую приобрести хотя бы вот такого плана и вот такого плана. Более худых чертиков. Вот они у меня почему-то полуловистые. Ну, и зелёный, соответственно, салатовый такой. Это уже поплатвее у меня. На одном из моих худоемых рабочих. Мормышка, так называемая, медуза. Или же ведьма. Все её называют по-разному. Я её называю ведьмой. Явилось для меня довольно-таки открытием. Ноу-хау в определённое время. Был это 2014 год, когда впервые я столкнулся с этой мормышкой. Сидел, я ловил на водоеме, на озере. Кормил, долго кормил на закормочных лунках. Ничего не попадалось. Практически улова не было, настроения не было. И вот была, у меня она привязана на одном из удилища. Поставил я его. Использовал, как правило, как безнасадочную. Вот такая пулеобразная у неё основание. И три крючка по кругу. Вот. Поставил я эту мормышку. И дело-то пошло. Не знаю, к чем это объяснить. Ну, там буквально за полчаса я компенсировал весь утреннее. Всё утреннее без клюве. И остался довольно-таки с рыбы. Я уехал с рыбой. Рыба это была окуль. Окуль там с ладошку. Некрупная, грамм по 250, по 200. Вот. Ну, довольно-таки бодро оживила она мою эту рыбалку. Реанимировала. И ещё не раз она помогала мне на прудах, на водоёмах, на озёрах в основном. Ну, на озёрах по большей части, да. Есть длайл на озёрах. Вот. Если кто будет думать брать, не брать, я советую то, что хотя бы парочку, троечку можно взять попробовать. Успел я уже оторвать одну. Так у меня их в запасе три. Вот здесь две вы можете видеть. И одна у меня привязана в жид в ящике у рыбалона. Ждёт своего времени. Вот. Является она безнасадочной. То есть опускаете и пошли за счёт игры. Довольно-таки резвые вот эти крючки. Одинарные. Они расходятся в сторону. Создают там определённого рода амплитуду игры. Вот. Довольно-таки бодро. Ещё также. Ну, я это читал по большей части. То, что на неё здорово клюёт платва. Ну, платву я на неё не ловил. Но то, что вот знаю. Окунь, да. Окунь её любит. Окунь её, да. Я бы даже сказал, уважает. Вот. Сделался она открытием для меня в своё время. Вот. Советую. Честно говоря. Советую. Вот эту мормышку. Советую. Те, кто будут. Начинать или не начинающие. Те, кто сомневаются брать, не брать. Надо брать. Надо попробовать. И я так думаю. Вы приятно будете удивлены.